Я родился в 45-м году, в 70-м закончил Ижевский мединститут, работал терапевтом практически до пенсии и одновременно совмещал в частной медицине по гомеопатии и методике фолия, биорезонансной терапии, в которых я проработал уже 20-20 лет. То есть я прошел путь от простого врача-гомеопата до врача, который знаком с лучшей техникой, как своей, так и зарубежной. Данными методиками я начал заниматься с 91-го года. Я познакомился вначале с эридодиагностикой, но понял, что это мертвая наука. Познакомился с гомеопатией, освоил ее. В 93-м году я познакомился с Сергеем Петровичем, когда он только первый раз демонстрировал свою аппаратуру, свои программы. С этого периода мы все время идем вместе. Много техники, которую я применяю, она индивидуальна. Они включают некоторые передовые разработки, которые не идут в сервер. Они упрощают у первых работу, помогают очень хорошо в работе. Техника его у нас появилась сразу же с 93-го года. Это метод Фоля, который позволяет определять заболевания человека по точкам, позволяет видеть те проблемы, которые придут к человеку за 10-12 лет, находить препараты, находить методику их лечения. По мере совершенствования аппаратуры появляется биорезонансная терапия, она основанная на методике, разработанном доктором Морелем и радиоинженером Роша в Германии. Это где-то с 96-го года вот такой аппарат у нас был. Метод хорош тем, что он позволяет использовать природный принцип. Но еще в 40-е годы американские ученые пришли к выводу о том, что человек обладает электромагнитным полем, которое сохраняется, пока человек жив, со смертью поле исчезает. Немецкие ученые, используя данные открытия, использовали его более шире. Раз человек обладает электромагнитным полем, то таким же полем должен обладать и микроб, и вирус, и другие факторы. И если они внедряются в тело человека, их поля наслаиваются на поля человека и могут выполнять как роль глушилок, чего-то давят, чего-то усиливают. И была создана аппаратура, которая позволяла снять энергетические потенциалы с тела человека, пропустить через аппарат. В аппарате находятся полосовые фильтры, которые пропускают все здоровые частоты, все, что выходит за пределы, отсекается, подвергается инверсии и в инверсионном виде возвращаются человеку. Таким образом получается, что на больные частоты наслаиваются, их инверсионная составляющая идет стирание полей помех. Данная аппаратура была усовершенствована Сергеем Петровичем два года назад. Ждали мы ее долго, который расширил диапазон частот примерно в 15 раз. Соответственно, резко возросла эффективность данного метода лечения. Английский ученый Скотт Морли впервые предложил метод, который позволяет правильно подбирать режим лечения, режим воздействия медикамента. Это, во-первых, позволило избежать как передозировок лечебным мероприятием, так позволило еще увидеть то, что раньше мы не видели. Человек находится под воздействием двух энергетических потоков. Это основной поток, идущий из Земли и из космоса. И вот эти потоки могут нарушаться. Их соединение иногда может приводить к развитию своей патологии. Это хорошо видно, допустим, на аллергических процессах. Когда организм получает излишнее количество космического излучения, в том числе солнечного, идет сбой, это может самопроявляться аллергическими поражениями. Много до меня выступали о том, что хорошо лечит урологию. В принципе, также можно лечить все заболевания. Допустим, по бесплодию у нас эффективность до 75-80%. Потому что бывают ситуации, которые не зависят от доктора. Ну, допустим, если нет матки. Причина бесплодия может быть независима от болезни. Ну, к примеру, вот такое состояние, когда женский организм перекислен. У здорового человека утренняя моча имеет кислотность 6,2-6,4. Если она меньше 6, кислая, то содержимое влагалища настолько кислое, что может стерилизовать сперму. Поэтому, сколько бы мы не лечили, вот здесь имеются другие мероприятия, необходимо проводить ощелачивающие эффекты. Теперь в своем лечении мы ставим цель не только найти заболевание, не только подсказать, что там надо, какие лекарства, но самое главное, необходимо правильно учить человека жить, показать ему, где он неправильно, что он неправильно делает. Необходимо человеку указать первопричину его проблемы. Своего рода человека можно сравнивать, как вот с многотажным домом. Вначале возникает какая-то дырочка в крыше дома, через эту дырочку поступает вода, мочит один этаж, потом все ниже и ниже расползается. И необходимо найти эту дырочку, закрыть тогда все остальное, оно само просыхает. И необходимо человека научить правильного поведения себя в этой жизни. Вот мы привыкли видеть человека как? Руки, ноги, глаза. Но на самом деле человек более сложная структура. Вот социологи, опять английские ученые из института Баха, они людей делят на 38 типов. Каждый тип, он пришел в этот мир со своими привычками, со своим мышлением, со своей задачей по жизни. Необходимо человеку сказать об этом и принять меры, чтобы он вел себя в соответствии с этими задачами. Если человек по жизни начинает выполнять свою задачу, он гениален. Если он попал куда-то не туда, соответственно, он остается на уровне обыденного человека. На все эти вопросы мы с помощью метода Фолия находим ответы и учим человека правильно питаться, рассказываем о правильных физиологических законах, как со стороны пищеварительного тракта, так и... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин